Привет, друг, кто на канале Смотри и Учись, с тобой Миша и Бор, и сегодня будем смотреть за снайпером профессионального игрока. Снайпер защищается мёртвым героем, сейчас крайне редко его пикают, ещё реже выигрывают, около 40 или даже меньше процентов инрейта на хайрейтинге, но тем не менее некоторые проигроки начали с этим героем экспериментировать, и одни из самых удачных экспериментов, именно у SCCC, и на его примере научимся играть на снайпере в 7.29D патче, и всем приятного просмотра. Да, всем привет, заметил, что именно китайские игроки начали поигрывать на этом снайперке, заходит он против террорблейдов, против медузок очень хорошо, в теории против ДП тоже должно быть неплохо, опять же, и мид выглядит несложным, потому что, опять же, снайпер всегда будет с вот этой ДПшкой на ренже держаться, и по игре также он на ренже держится, у него, в принципе, туда же фронтлейнер есть в виде редскинга, будет очень хорошо, если снайпер просто будет сзади настреливать, то есть, ну и вот, опять же, казалось бы, много против каких героев металл хорошо смотрится, но все равно почему-то героя никто не пикает, это грустно. Вот, но хотя бы здесь С3С, вот он часто начал этого снайпера пикать, посмотрел его страницу, у него 7 ранг, опять что-то подслил немного, вот недавно 5 был, недавно 3, 2 у него был, сейчас уже 7, что-то вот, видимо, лустриг поймал. Тут в целом очень ранги большие, то есть, обрати внимание, у всех вот эти красные титанчики огромные, заруба намечаются жестко, интересно, конечно, посмотреть, как снайпер себя покажут в этой игре, ну и игра будет непростая, скажу сразу, игра будет тяжелая. Ну, мид фришна, кто на бенша стоял против снайпера, тот понимает, насколько невыносим против этого героя, то есть, на первой пачке бенша может быть сильнее за счет тычки базовой, достаточно высокой, хотя ее, опять же, резали не так давно, эту тычку. Ну, снайпер со временем добирает, анимация атаки идеальная у него, и уже ничего не поделаешь, ты смотри-ка, решает скушать линию, а чего ради, интересно, он мог бы стоять донать, а обер он, наверное, за контролем все равно не сможет, чуть-чуть непонятный мув. Маленький кемп может зафармить за это время, не, даже маленький кемп не стал фармить, но это уже ладно, пачка подошла, дпшка по итогу пачку. Держал под вышку специально, не вела, смотри, он опять пушит, интересно, видимо, вот он уже разработал геймплан на вот этом снайпере, потому что, опять же, он сыграл в последнее время много на нем матчей, и вот, видимо, он к этому пришел, что нужно вот так вот пачку очень сильно пушить. У него еще тут в кейкбай какой-то ботов завалялся, мне кажется, он его не будет покупать такой поздний, ну и по ресурсам он вообще не проседает, то есть прекрасно себя чувствует. Конечно, есть плюс в том, что он пушит вот эти пачки, что он вообще по ресурсам не проседает. Дпшка, как ты сказал, это фришный мид, она вообще к нему подойти не может, если пытается подойти, снайпер просто шрапнельку кидает. Плюс у него до сих пор сапога нету, потому что, опять же, тяжело достаточно стоять, вот. Ну и все, у него все по кайфу, по ресурсам, крипа тоже он каждого добивает из-за того, что шрапнельку кидают. Ну, прикольно, конечно, мид он по сути выиграл, крипов у него чуть ли не в два раза больше, чем у этой ДП. Присурсамокаж. Вообще не каждого, но, по крайней мере, ВТП 2 ДН, по-моему, оба с первых двух патчх. Так что, ну, действительно круто, но вопрос в том, что Бенша тоже фармит, Бенша тоже кайфует, за счет того, что он линию пушит. Причем, малый спот не стакал, фармил не застаканный. Причем без шрапнеля. Чуть-чуть непонятно. Обычно есть два типа снайперов. Первые, которые стоят и динают. Там, миди против дровки, против Бенши, вот такие вот фрилайны. А есть те, которые стакают себе и спушивают лайн для того, чтобы отфармливать лес моментально. На большие споты иногда даже бегают. Ну, опять же, смотрим на его ранг, пикает снайпера в этом патче, на таких рангах, значит, знает, что делает. На, ну, раскачался через шрапнельку. Опять же, то, как он играет, в принципе, неудивительно, что он тут шрапнельку будет максить, потому что она постоянно на пачку кидает, пушит ее. Лисочек тоже подфармливать будет этой шрапнелькой. И многие любят взять в двоечку хэдшот, потому что по эффективности скиллпоинта очень выгодно. То есть первый хэдшот тебе дает 20 урона. Когда ты его качаешь, становится 50. В два раза больше. В два с половиной даже раза больше. То есть очень круто. И это делают, когда файтятся постоянно в этом медиа. Но тут, опять же, он в медиа, можно сказать, просто фармил. Им этот хэдшотик бы особо не пригодился. Пришел тут за ганга, убили террорбойда со снефаером. И тут, в принципе, еще и тройка рядом, так что ганг был удачный. Так, ну и себе покупает момчик. Момчик, опять же, это отличный фармплан. Вот, правда, мы что-то часто начали замечать, что вот китайские игроки момчик начинают покупать именно с масочки. Потому что... Ой, хотя это невыгодно, потому что маска тебе статов вообще не дает. То есть, смотри, у него и так фулл хп. По идее, маска это особо не нужна. А вот... А, что? Да, все. Показалось на секунду, что маску он не купил, но все-таки купил. Так вот, у него фулл хп и так нету нужды в этом вампиризме. Маска не дает статов, кроме вампиризма. А вот квадрстав, он тебе дает 10 скорости атаки и 10 крона. Выглядит очень кайфово. Опять же, ускоряет твой фарм. Плюс тебе еще может нейтральная шмотка выпасть на вампиризм по зест маска. Либо же чип атвест, который тоже позволяет тебе не проседать от крипов благодаря хапперигену. Ну и быстрее фармить из-за того, что крипы сами себя дамажат. Но, однако, все равно с масочки начал. Саркин рунной пошел в топ. Но с опозданием, к сожалению, у него все союзники погибли, так что может просто подфармить. Блин, играет, конечно, очень жадно. Уже почти момщик накопил. Телепорта сейчас нету, так что придется в топе оставаться. До Тао просто пушить эту вышку. Тиррабейт вынужден в леса уходить. ЗД хоть она эту вышку не может. Так что, по идее, вышка неспокойно сломает. Ну даже Глиф себе сломали. Ой, нажали, чтобы наверняка сломать эту вышку. Во-первых, прийти внимание, насколько командный. То есть регулярно можно видеть, как Тройка вот в такой же ситуации. ТП шнулась бы в мид. Потому что там очень много фарма. Но на Топе очевидно. Пофармить тяжело. Здесь снайпер привез себе телепорт вместе с Момом. Возможно, прокликала твой опер изначально. И готов с этой линии уходить. И какой же удачный файт. Убивает сразу же двух героев. И третий здесь точно уже никак не выживает. А Бенша в эти файты вообще не торопятся. Причем и Тавр в миде на Бенша сломать не может. Снайпер ливнулся с линией. Прямо тогда, когда пульта вышла. Оказалось бы, ну стоя стат, ты тоже не против Бенши в такой ситуации теряй Тавр. Но опять же, это снайпер. В любой момент возвращается. Бенша после двух ударов уже не захочет стоять. Большой ультимейт по вдаун, она сделала два убийства. Из-за этого Панетвор все себя хорошо чувствует второе место. И маны нету, ульта КД. Поэтому он просто сейчас качается, в миде стоит. Не захотел участвовать в этом файте. И смотри, опять тут накидывается на герокоптер. Блин, как же кайфово, когда просто сиюзники впереди находятся. Ты стоишь, настреливаешь. Противники тебя трогать не могут. Когда он вот этот триплкил сделал, противники били просто его сиюзников и не могли никак. На этого снайпера переключиться. И настолько кайфово, под молочком их расстрелял. 4-0-3 у него вообще счет. Вообще мега кайф. И дальше в киквей у него будет молний. Молнии тоже отличный фармплан. Для файта неплохой предмет. И с моломом и с штормом фармишь невероятно быстро. По-моему, еще инструмент фарма древних очень крутой. Но на древних сейчас 3 скинг будет сидеть. Но так ДПС достаточно хороший, но опять же, очень хочется хэдшот хотя бы в 2. Лучше, конечно, еще больше скиллпоинтов туда скинуть. Но без третьего скилла файта совсем к этим не моешь. Опять же, он своим билдом дает нам понять, что он боевой, что он намерен драться. Так, есть шрапнель. И смотри-ка, нажимает мум, прям уверен был, что все получится. Я думаю, многие на его месте после шрапнеля одной тычки скинули бы ультимейт. А так и манус экономил. Честно говоря, было немного страшно заходить под ультимейт снэпки прям в центрифугу файта, будучи снайпером. Тысяча хп. Однако, действительно, не испугался. Еще и без ультимейта, как ты сказал, справился. И шесть-тысячный творчество, это при том, что он сломал одну вышку, наполовину продавил вторую, играл очень активно. Вообще никак не пересекался по фарму с рейтскинками, смотри, ктпшится за ддшкой. А здесь поддшку грех не подавить мид. Да, как раз еще катапульта. Если ведь, она есть желание, у дп ультимейт кд, она только что в боте нажимала. На телепортерах на самом деле очень хорошо играет. То есть у него все кивы, благодаря телепортам. Сейчас он сделал телепорт, и видимо кив, да, сделает на этой дп. Ну да, спокойно, что дохрой закрыли с ддшкой. Вот, правда, сейфтп от террорблэда, нечасто такое увидишь. Снайпер тут все-таки намотался. Как же хорошая контратака, ты глянь. Противники опять же под катапульту все это еще сделали. Хотя нет, им придется отходить, видимо. У меня есть ощущение, что если бы игра не шла так хорошо, то под вышку он бы не давил. Видимо, он уже подумал, что он безнаказанным будет до конца игры. Ну, террорблэд теперь полноценная в игру. Вернулся. То есть, помнишь, у него на самом деле все очень плохо было в топе. Его там убили. Дважды он ушел в леса полностью. И вот сейчас, по сути, он ни в одном файте не участвовал. Ему команда просто спейсила. Он в лесочке очень хорошо камбэкнул. Потом сделал сейчас телепорт в мид. Убил снайпера раскачанного. Ну, в целом, очень много килов сделал. Сейчас спокойно фармит. Метаморфозу реализовал. И теперь, как видите, у него нетворс. 5500. Когда недавно его прям ногами пинали. Сейчас он отлично себя чувствует. Снайпер чуть-чуть подзамедлился, но все равно. 7000 натворса. В начале 13-й минуты. Это нереально много. Нефигбайдрагонлэнс. А у тебя нет ощущения, что вот это уже время для бкбшки? Ну, вот не совсем понятно. По сути, он же позицию очень хорошую держит. У него 2 милишника есть, которые просто вперед идут. Это тускар шарика. Это рискинг. Тоже может вперед ходить. И вот, по сути, если он купит этот драгонлэнс, он может еще лучше позицию держать. Просто максимально сзади. У противников блинков нету. И подобраться к такому снайперу тяжело. Но если будет бкб, тогда они и подавно не смогут подойти. Если пойдут, то просто снайпер бкб кликнет. Не совсем понятно. Ну. Честно, хочется сыграть жадно взять драгонлэнс. И по фарму тебя чуть больше ускорит. И стоит он дешевле. Опять же, позиция. Оно еще третий скилл себе под максел. Все юзники, правда, сейчас погибли. Так что просто пофармить. Нападение противников крутое. Есть инфа на телепорт снайпера. Сразу же на боте собрались с толпой. Иры скинку убили, и вышку сломали. 2-1 сейчас чует по башням, и все уже не так безнадежно для дайр. Блин, а че так на руны придется? Постоянно то аркейн, то ддшка. Плохие руны для этого парня вообще не спавнятся. На 13 уровне взял талант. Получается, вот прокачал хэдшот дегу 2. Замаксил себе третий скилл. Ну, ультимейт. В двоечку тоже прокачал. И вот на 13 взял 15 урона. Но 15 урона это маловато, конечно. Хотелось бы побольше. Альтернативный талант тоже неплохой. У снайпера есть активные кнопки. И под медас постоянно этот талант берут альтернативно. Но, как видите, не совсем та сейчас метом. Поэтому без медасика тут играет. Взял просто урончик. Чтоб еще больше дпс был. На 15 там талант очень сильный. Для вот такого билда. Здесь ему, скорее всего, очень хочется побыстрее взять 15 и прокачать скорость атаки. Потому что мэйл шторм тот же ему скорость атаки не дает. Дает только мамчик. Так, мы пошли смоки. Хорошие смоки. У противника все ультимейты кд. Метаморфоза нету. Ультимейта дп нету. То есть им вообще тут ничего сделать не смогут. И сработали они замечательно. Убили террорблейда. Зафармили стаки. Куча экспы завутали. 14 уровень снайпера. Хорошо сыграно. Ну и после дейла в кьюбе и бкб. Причем даже после убийства серрорблейда, дайру умудряются ввести по нентворсу, несмотря на то, что у снайпера 10 тысяч. Причем до 10 тысяч нентворса, они же вполне реальные ситуации. То есть здесь нет каких-то оверстаков, которые ему делали, что прям вся команда ему стакла. Против него никто по миду не бегал. Он не стоял против какого-нибудь Акбайера и так далее. Ой, все-таки смогли его цепануть. Настолько чуть-чуть до конца телепорта было, когда Йола залетели. Начинать секунду, знаешь, о линке задумался на миллисекунду. Что там ЦК цепляет только через первый гир, а только через ракетку Бенша, а только через Йола. А потом подумал, что нет, все херня. Нужна бкбшка. Не благодаря этому удачному файту еще и Рошана сейчас забирают. Все еще ультимейт ДП работает, так что Рошана они быстро завалили. Да, не успели тут, к сожалению, снайпер долго возрожидается в 14 уровень. Печально. Блин, ну казалось реально, что он телепорт уже сделал. Просто в последнюю миллисекунду Йолайте залетели от ДПшки. Обыдно. Кстати, ЦК оставили, айгес вообще. Интересно. ЦК очень жадно играет, учитывая, что он... На третью позицию убрал этого ЦК. Он и с сабелькой бегает. Даггер себе взял, кстати, на ЦК, смотри. Против снайпера идея неплохая. Так, скипнули паузу, ну и после того, как понимаешь, что на ЦК там Даггер, хочется как можно быстрее купить эту БКБшку, потому что, опять же, сейчас шанс повысился, что он будет начинать именно у этого снайпера. На Тираблоди тоже любят против снайпера взять Даггер, там Аганим, не знаю, какого-нибудь. Ну и зеленый. Зеленый Блин, неплохо смотрится на Тираблоди. Тут не исключено, что тоже будет парень покупать в будущем, если дойдет до такого игра. Кстати, смотри, он на Тираблоди взял талант на скорость передвижения. А зачем? Против трех физушников? Что-то хрена у вас смотрится. Но скорее против двух, все-таки. А так, снайпер пробивает миссы третьим скиллом. Так что не так принципиально, мне кажется, тут скорее важнее сократить дистанцию со снайпером. Где-то там поменять позицию против вайпера. Так что здесь скорость передвижения не дал. Я думаю, да, скорость передвижения мне побольше понравилась. Но я не опытный игрок на Тиражблэйзе. Так что мое мнение здесь мало о чем говорит. Интересно то, что ВК играет с Радианцем. То есть Тиразик против Террора не любят покупать на ТБ. Я купил Радианц себе. Но ты купил еще один Радианц с Тиражблэйда. Не, а причем из-за этого Радика такой нетворс грустный. То есть он очень долгое время бегал, просто копил на это Сакрит Релик. Вообще самый большой минус, как по мне, когда на ВК играешь через Радик, что Сакрит Релик очень дорогой. И у тебя, по сути, просто голые деньги лежат. Ты фармишь очень-очень медленно. ВК еще такой герой, только со скелетиками фармит. Но и то это не так быстро. Многие керри намного быстрее этого ВК фармят. Но мы видели, как обные рискинги со скелетиками обращаются. И там эти скелеты перебивают очень многих воров. Но это, опять же, нужно уметь. По поводу сабли на ЦК. Мне вот тоже кажется, что дохрена жадно. То есть сабли, это же такой прям керри-керри айтем. Казалось бы. На деле, сколько я видел ЦК в последнее время. То есть мы с тобой вроде оба ведь думаем, что герой МБА. При этом проигроки его игнорировали очень долгое время. Сейчас его стали пикать гораздо чаще. Но, что интересно, на третью позицию. В половине ситуации он залетает. И оставшаяся половина делится и на керри, на котором он очень популярен, и на мид. Куда его тоже регулярно практикуют. И на саброта. ЦК четверка, ЦК пятерка. Тоже такие пики. Вроде сомнительные, а вроде мы в реализации много раз видели. Ну, чуть больше вернемся. К этой теме начинается файт. Снайпер в позиции, не спешит. На помощь резкинувую таску. Есть БКБшка, кстати. Но против экзорцизма работает сомнительно. Ну и по итогу разменялись кнопками, отдали таска и, кажется, разойдутся. А нет, посмотри, как противники пытаются продолжать. Странно, кстати, что ЦК затянул именно Вичдоктора, а не снайпером. Чуть-чуть, по-моему. И шаг вперед сделать, и можно было уже снайпера тащить. Ну, файт по итогу проигран. 3 в 1 размен, Керри, команда Радиан потеряла своего. Ну, и в принципе в 2 коры играют. И даже снайпер. Больше здесь на Керри похож, чем Рискин. Так что ничего страшного. Так, все имеют СК тройки, возвращаясь. А, почти все проигроки играют именно с вот этой постовой саблей. Видимо, настолько крутые статы, что даже на тройке ты согласен это сделать. И опять же, Мидас вот это по-настоящему жадно. Барабан и предмет сейчас мертвый. Как же там враги щас сыпятся? Ммм, а причем непонятно, в какой момент это началось. То есть они сейчас втроем контратаковали в четверых? Ну, теперь в Глэйто шел и свайд, так что 3 в 3 по сути. Блин, если по НИЦК забрали, было бы вообще шикарно. Он сделал блинкаут, успел все-таки после Егиса. Опять хорошая руна, что за хрень? Каждый раз эти руны подсмотрели. Только сейчас заметил. Я был уверен, что скорость атаки будет залетать. На 15-м он себе взял скорость от Шрафнеля. Скорость передвижения. Прикольно, только... Можно же тогда было и на 10-м взять. На КДР талант. Получается, на 20-м. Я сам не понимаю. Мне даже кажется, скорость атаки. На 20-м тоже сейчас будет еще на Шрафнель взять. Можно было бы тогда, если ты такой билд задумал. Взять себе КДР. Получается, вот этот талант на 15-м. И еще и закрепить этот талант на 20-м. Не совсем тут стандартно получилось. Ну, окей. ВК прям очень печально выглядит. 14-й уровень, 0-5 счет. Ну и причем, знаешь, мы про рискинга всегда так думаем, что это герой, который будет актуален на всех стадиях. Окей, есть многие хаймеры, которые скажут о ВК 0 левой лейт потенциал. Мы скажем, что мы очень много раз видели 10-ти слотовых рискингов, которых остановить просто невозможно. Чего только огоним его стоит. Но конкретно здесь у них очень маленькое пространство. Снайпер уже играет как полноценная первая позиция, и фарм рискингу ступать не будет. И это Радик. Радик против ТБ, который... Ну и игра затягивается, а Радик продается. Он и так продается обычно в поздней стадии. ВК становится везушником потом. А против ТБ, уж тем более, вообще не понятен мне этот выбор. Ну, кстати, реализация Драгон Лэнса. Очень крутая позиция. И уже появляется Пайк. Передумал торопиться с Дейдалласом. Заградил себе Пайк, и сейчас как БМКБшка. Даже МКБ монстром очень много магического урона против серверблейда. Но Дейдаллас как будто бы выглядит нужным. То есть ему ДТБ не всегда легко дотянуться. Потому что вот ЦК и Баньшани 100% будет в контакте. Гира с огромной вероятностью будет в контакте. Вот можно задуматься о том, чтобы перерезать их. Вот, как раз тогда Лэнс Кикбэя появляется. А по поводу серверблейда, как бы смешанные с ДМШ это здорово. Это вообще круто. Но когда он остался один, его убить куда проще, чем... Когда у него есть союзники, у тебя при этом... Даже у тебя при этом есть магический урон. Я масса нормально вырезал. Я формировки запутался. Да, пойдет. Так. Я вообще теперь не понимаю его билда. Смотри, какой талант на 20-м залетел. А в чем логика? Может он мискликнул талант 15-го? Получается... Ну, может... Тайно захотелось. Получается... В общем, где не то хорошее? Да, милление хорошее. Ну, получается, он взял талант на шрапнель на 15-м уровне, на 10-м на урончик. Сейчас на 20-м берет на хэдшот вообще талант, а не на шрапнель, чтобы ее еще сильнее усилить. Я причем... Я почти всегда топлю за левый талант на 20-м, вне зависимости от билда. Ты вот замедлил противника талантом на 15-м, и нахуй толкал его талантом на 20-м. Что-то все-таки непонятно. Продолжение следует... Ой, а какая же хорошая позиция у Снайпера сейчас. Убивает без проблем ЦК. ЦК причем огромный. У него очень много на творце, высокий уровень. Ну и минус 4 суммарно. Юра, конечно, ряснулся уже. И в живых остался только Террор Блейд. Вот это два забирают, Рошан тоже у них открытый. Формы у Террор Блейда не будет еще очень долгое время. Тебе, кстати, с Глинком вообще не торопится. Драгон Лайнс, Мантас, Кадди, БКБ. Это причем второй Рошан. Будет интересно шар забирать. То, что он купил себе, ну, у него был пип-пип-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. И вайпер вообще лежит. Причем заметить, вайпер тоже с Мидасом играет на третьей позиции. Извязал шарт, кстати, на вайпера. А есть шансы шарт вайпера реализовать здесь? А он в честь этого, смотри, взял себе Квикс Юллер сразу же. Купил себе Драгон Лайнс. И сейчас он неплохим таким редкликером стал. То есть, смотри, он с Лотаром, с Мидасом, с Драгон Лайнсом. С Томатом на пятнадцатом на дальность атаки и на десятом на скорость атаки. То есть он сейчас резко перебылся в редкликера такого неплохого. Чисто со снайпером. Своим корышем будут издалека расстреливать. Боже, что с рунами в этой игре? Правда, вайпера взял я. А бедняга нетероблэйти без ульта стоит сейчас в... Как называется первый скилл тоска? Шарт? Фарды. Не дохрена ли шардов в доте стало? Мой шард же тоже шард. Фарт это то ли осколок, то ли эссенция переводится. Брази осколок. И тут ледяные осколки получаются. Вот у Скара. Логично выглядит, согласись. Соглашусь. Возвращаемся после паузы. Появляются деньги на Дейдалус. Покупает. Покупает без выкупа причем. Хотя Егис не в нем. Ну и заходят по боту постепенно. Форма унтержер-глайда уже откатилась. Большая сейчас тоже рестница. Так что легкой стороны здесь не будет. Опять же, вытащить снайпер из позиции, куда у них поставлен вот такой движен, практически невозможно. Снайпер из позиции убьет абсолютно всех. Но все равно отходит. А если пришел, причем смотри, смыки разбивать. Если что-то не так еще пойдет, его может Тускар сноубоу взять. Вариант. Ну, позицию он вообще идеально удержит. Он во всех файтах последних. Вообще по хп не проседал уэш. Как-то тирабой доказался. Ну правда убить его тяжело, у него бкб. На Сандер, кстати, из него выбили. Ну он же выживал вроде после Маледикта. Ну там линии отпущены, поэтому они сейчас на хэггане пойдут. Мне кажется, успеет отказаться на этот ультимейт. Но теперь обойдет. О, там Вайфроу. Ну они вот половина времени Аегиса прождали, и поэтому этот Аегис сейчас слили. Да, тут срочно нужно к команде идти. Но решил сначала пачку скиднуть. Как будто он уверен прямо, что они этот файт выиграют, даже если он придет туда с опозданием. И что нужно подготовить крипов для этого. А, я понял. Он убедился, что террор скинул форму, поэтому пошел в спидэнл бот, чтобы сейчас, когда террор потеряет форму или умрет, сразу же пойти по боту, потому что даже если террор с выкупом, он все равно без формы. Но все помидо оказалось все равно быстрее. Так, террор бейтс, ну, минус, конечно, большой противников, что они, по сути, вынуждены на файтится только, когда у них кнопки имеются. И когда эти кнопок очень большой, то есть ДП без своего ультимейта драться не может, террор бейтс без своего метаморфоза драться не может. То есть если они нажимают вот эти две кнопки, то они уже вынуждены просто пойти до того фигачиться. Их так айтет постоянно на эти, на эти скиллы, всю игру. К снайперу никак не подобраться, позиция просто шикарная. Вот так все игры простоял, просто сзади на каких-нибудь ступеньках рандомных. И хрен ты к нему подберешься, вообще больше не погиб. Так вот эти две смерти, и перестал поставляться. И реализоваться тут пайка. Ну и пайперос издалека настерирует. Забавно, конечно, вышло. Блин, ну здесь очень повезло. Выкатил снайпер, он тут шикарно. Против террорбейда, против ДПшки. Лучше не придумаешь. Ну и вот так просто сидит, расстреливает, хоть шотиками откидывает. Их юбая с Катя. Это прям идеальное продолжение этого билда. Это и аптайм, это и... В принципе, четыре рейнджа в команде противника. Там еще и хил есть у Банше. Собираю две стороны. Вайпер уже подготовил третью. Это же Тревел Лайми, ДАС. Драгон Лэнс. Лотар теперь, мол, не играй с жены. Три Кири сыграли на 11 тысячах рейтингов. Какая же реакция? Не успел долететь террорбейд с мутиммейта бабки. Снайпер уже нашел БКБ, его не застанело. Ну и благодаря вот этой БКБшке, они фай должны выигрывать, как мне кажется. Вот это красивая реакция. Но его мог тускар заслевать после этого тускара из даггера. Не совсем понятно, вы смогли бы убить снайпера. Но идея неплохая. Дождались просто аганима, чтобы плюнуть в снайпера-героя. Но не сработало. БПшка без байбэка умерла. Форма все еще заюсана. Сейчас опять, наверное, плеваться будет пытаться. Иначе тут никак не выиграть. А в этот раз можно получше что-то сделать. Можно БКБКД. Шарды. Сноуба уточнее. Ну ладно. Вообще по кайфу. Смотри на скелетиков просто. В ФК в какую-то секунду встали. Ну и все, в трон пошли. Неплохо вышел. Почаще бы вот так вот снайпера пикать просто. Насколько жителей БКБКД в контакте сидит в снайпера. Ну сейчас БКБшка закончится, так сильно начинает работать. Я на секунду вернулся. Я на секунду вернулся. Это у нас блинка вошел в файт. Ты работ? Просто пешочком. Не, бабуля плюнула. А мне показалось, что я мертвая была. Что-то у меня в голове что-то не то. Я смотрю, прям она мертвая. Я сейчас смотрю, нет, она живая. И действительно огоненный скилл в кулдауне. Ровно столько же, сколько. Время назад Террорблэйд оказался в контакте. И всем огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то обязательно ставьте лайки. Также не стесняйтесь писать комментарии. Лайки это очень, очень крутая поддержка канала. Тем более такой редкий герой. Его на хай рейтинге несколько месяцев вообще никто не пикал. И вот сейчас некоторые игроки начали. И причем показывают крутые результаты. И всем еще раз спасибо и увидимся.